всем привет с вами кекс и сегодня я буду делать очень интересный торт этот торт называется спартак он интересен своим большим количеством нежных шоколадно-медовых каражей прослойных светлым кремом туда можно конечно и фрукты и ганаш положить но очень красиво когда он больше похож именно как на зебру черно-белом таком цвете делается этот торт очень просто на самом деле очень похож на медовик или на медово-шоколадный пряник который я уже рецепт давала предыдущих видео захотите можете посмотреть собственно нам для этого тортика понадобится 2 с горкой меда столовых ложки у меня мед так немножко подсахарился и я смотрю уже баночка заканчивается поэтому я положила чуточку больше вы видите тут буквально там на пол ложки больше чем нужно вот а так вам нужно для этого тортика 2 с горкой столовых ложки меда сюда же нам нужно добавить сахара я не люблю приторные коржи и плюс то что я буду добавлять сюда сироп пропитывать сиропом свои коржи поэтому я сахара много добавлять не буду я сюда добавлю всего лишь 100 грамм но вообще пишут по рецепту нужно добавить стакан сахара стакан сахара 200 граммовый это у нас 180 грамм сахара получится сюда же сразу в кастрюльку добавляем и 100 граммов масла я это буду отправлять на плиту пишут что можно делать на паровой бане и добавив сразу сюда же в кастрюльку яйца я этого делать не буду вот смесь который вы у меня сейчас видите на видео вот это я сейчас поставлю на огонь пускай подтавливается масло и потихоньку растворяется наш сахар тем временем я просею сухую составляющую моего тортика сюда я возьму 4 столовые ложки какао по рецепту но так как я люблю шоколад поэтому добавлю еще чуть-чуть еще пол ложечки какао у меня хорошего качества если у вас не очень хорошая какао возьмите чуть побольше какао у меня очень насыщенно шоколадная получается просеяли какао и теперь сюда я буду добавлять в эту смесь изначально только два стакана муки нам всего в этом рецепте понадобится три или три с половиной стакана муки все зависит от муки мы будем уже видеть потом но сначала я просеиваю сюда только два так удобнее нам будет работать мы потом будем видеть по тесту сколько нам нужно будет добавить сразу же сюда добавляю одну чайную ложку разрыхлителя у меня это было там оставалось пол пакетика наверное разрыхлителя 6 граммов поэтому я добавила получается чуть чуть меньше но коржи подходят и так замечательно даже если у вас разрыхлителя нет только на соде они тоже замечательно подходят тем временем нужно помешать смесь я смотрю у меня масло начала подтаять мед у меня подтаял я вот помешиваю свою массу сильно горячей нам делать ее не надо до кипения доводить не надо нам нужно только прогреть чтобы практически растворилась масло так как сюда мы будем добавлять еще яйца и нужно чтобы эти яйца не свернулись можно добавить было на первом этапе когда мы только смешивали яйца и варить это все добро на водяной бане но если вам охота играться вы можете сделать это так а так это можно на маленьком огне постоянно перемешивая как я не заморачиваясь просто сильно не нагревать нашу смесь чтобы не свернулись яйца яйца белок начинает сворачиваться при 70 градусов масло тает намного раньше поэтому не переживайте и вот я быстренько перемешиваю яйца со всей остальной смесью можно воспользоваться венчиком можно вилкой не вымазываю посуду просто ложечкой быстренько перемешиваю для практически полного соединения вы видите стала однородная масса сахар практически растворился собственно все нам больше ничего тут добиваться не нужно теперь можно добавить соду в эту теплую массу мы всыпаем полторы чайные ложки соды на самом деле очень похожий рецепт на то как мы пряники делаем только здесь мы масло добавляем видите раньше там мы масло добавляем уже после соды и помешиваю сейчас сода начнет реагировать с медом мед начнет гасить нашу соду и начнется пенообразование масса наша станет светлой начнет подниматься она не будет так сильно подниматься так как если вы пробовали мое пряничное тесто потому что здесь уже в составе есть масло она просто побелеет и как бы и станет как мелкой пенкой такой я вот уже отставила свою кастрюльку с огня и просто помешиваю покуда гасится моя сода чтобы масса моя не перегрелась потому что чувствую что уже становится горяченькая и вот пускай она там себе гасится и сейчас мы эту смесь будем добавлять в нашу сухую смесь сделала углубление но собственно это уже не так-то важно у меня с этим делом справится отлично кухонная машина на первом этапе можно просто было всыпать сухую смесь в эту кастрюльку перемешать она даст дастся перемешаться ложкой то есть она не будет такая прям забита забита то есть у вас все получится если у вас нет кухонной машины а потом уже можно будет работать не на столе вы видите я в режиме нон-стоп показываю как замешивается наше шоколадное тесто но становится такого насыщенно темного цвета красивого запах стоит сумасшедший такой медовая шоколадный я бы сказала но масса по-прежнему жидкая то есть ну с ней дальше работать как бы она жидкая теперь я вижу что сюда нужно просеять еще стакан муки нам понадобится точно поэтому я сюда просеиваю уже сразу с 3 свой стакан муки остальное посмотрю уже по мере необходимости когда буду замешивать тесто на столе все-таки советую вам если у вас даже есть кухонная машина подмешать это тесто на столе она тогда будет более пластичным эластичным и послушным в дальнейшем так как растягиваются у нас волокна которая находится у нас в муке клейковина поэтому она будет более эластичным последующим вот я уже свои там чуть-чуть даже не пол стакана вот я припыляю стол мукой чтобы тесто не пристало у меня к столу и вываливаю все свое тесто вы видите она стала уже держать форму она не расплывается прям совсем я вижу что с ним можно будет работать руками но она по-прежнему мягкая и липкая мы его будем подмешивать и практически уберется липкость из-за меда конечно липкость кое-какая остается но само тесто вы видите она отходит от рук она не то чтобы прям совсем у вас на руках остается поэтому я остальную муку отгребаю в сторонку чтобы она не стала у меня лишней и не забила тесто тесто нужно будет положить в холодильник положить холодильник минимум минимум на 2 часа в моем случае я буду ложить его на ночь можно на 24 часа пожалуйста приготовить это тесто заранее и она таким станет очень плотным особенно если вы его забьете мукой она просто у вас станет как как камень его плохо будет разминать поэтому не советую вам этого делать она даже вот с такого мягкого теста как у меня сейчас станет довольно плотным и долго ему нужно будет отходить тем временем вы видите вот я подмешала у меня такое довольно мягкое эластичное тесто блестящая глянцевая получилось с ним приятно работать теперь я сразу пока она мягкая поделю его на равное количество частей изначально буду делить на 8 частей потом из обрезка у меня может получиться еще 9 10 корж вот но изначально буду делить на 8 частей этого рецепта мне хватило на тортик диаметром 22 сантиметра высотой он был где-то сантиметров наверное 12 точно был вот я просто катаю такие удобные шарики мне потом очень удобно будет них сформировать круг у меня будет тортик круглый поэтому это очень очень удобно чуть-чуть шарики эти приплюскиваю их тогда будет легче размять мне когда я достану с холодильника видите скатала они катаются очень отлично не пристают к рукам то есть от теста ушла вся липкость когда мы его подмешивали и вот у меня вышло 8 вот таких шариков эти шарики я убираю под пленочку просто ставлю досточку в свой пакетик и убираю в холодильник это сделать обязательно выпекать сразу их нежелательно и все до свидания шарики после холодильника уже вот у меня через 12 часов вот такие довольно плотные шарики получились катать их очень сложно вот я их разминаю самое удобное раскатывать мне что такие что медовые коржи между двумя пакетиками я отрываю два пакетика с рулона и раскатываем между ними не пристает никакому пергаменту отстает прекрасно то есть так мне катать удобнее всего вы видите он отлично расходится в разные стороны нигде не приставая потому что девочки говорят большая проблема перенести корж на противень не знаю у меня такой проблемы не возникает может быть они катают на пергаменте пытаются как-то переносить я вы видите катаю на пакетике и мне так удобнее всего попробуйте и вы я думаю что у вас получится вы видите отходит прекрасно я вот буду вырезать сейчас по кругу обрезаю лишние остатки я вы видите мне не приходится припылять мукой то есть забыл забивать тесто этот остаток я уберу вот посмотрите жалко здесь немножко плохо видно очень мягкий очень тонкий коржик получается и вот такой вот он после выпечки вот такой в толщину хочу показать для сравнения вот не испеченный корж насколько тонкий буквально один-два миллиметра насколько тонко могу настолько кота и вот уже испеченный он поднимается но для того чтобы у нас были очень тоненькие коржи в конце нам обязательно нужно катать максимально тонко изначально их ну вот собственно поочередно я испекла 10 коржей правда один меня чуть-чуть отвлекли и один у меня подгорел поэтому потом я буду использовать всего лишь 9 коржей один у меня с успехом разошелся его скушали с чаем и так и можно уже принципе приступать к сборке нашего тортика коржи готовы они такие плотненькие получаться как на медовик для пропитки своего тортика я буду использовать здесь сливки это очень-очень вкусно в этом тортике он придает такого нежного привкуса самим коржам я взяла 10 процентные сливки буквально я буду использовать 230-250 грамм неважно насколько вы любите столько и пропитайте тут даже 200 грамм было бы достаточно их нам нужно довести до кипения эти сливки сразу сливки я добавляю сюда сахар сахар ложите по вкусу я добавляю сюда чуть больше столовой ложки с горкой потому что буду добавлять еще вот такой вот у меня ванильная эссенция она сама по себе еще сладкая поэтому я много не ложу сахара ванильную эссенцию добавим попозже когда уже подогреется вот уже моя горячая масса я довела до кипения она красиво такого нежного карамельного цвета теперь мне эту массу нужно отставить чтобы она остыла перед пропиткой горячей никто не пользуется потому что и крем у нас будет течь если у нас будет горячая пропитка поэтому чтобы она побыстрее у меня остыла перелью это все добро в чашечку накрою встык пищевой пленкой и вынесу на балкон ну или можно оставить при комнатной температуре если где-то прохладное место в общем можно отставить чтобы она у нас остыла побыстрее так вот вы видите я накрываю обязательно встык чтобы у нас не появилась никакая не пенка не корочка ничего чтобы у нас не появилась сверху все у нас уже остыла теперь можно собирать тортик рецепт крема который я использовала здесь это манный крем ссылка на этот крем я ее оставлю под видео я я делала этот крем в предыдущем видео я возьму кисточку силиконовую обычно можно воспользоваться ложкой и пропитываю нижний корж здесь сейчас я пропитываю и вставлю по центру вот такой вот из крема как клякса чтобы не скользил наш корж смотрите в этих коржах пропитка лучше впитывается с изнаночной стороны но если бы я положила сейчас изнанка наверх и пропитывала то у меня бы сильно корж пристал в будущем к моей подложке а все остальные коржи я буду пропитывать и сначала лицевую сторону кстати я сейчас пока у меня здесь впитывается пропитка я могу промазать все остальные коржей с лицевой стороны потому что впитывается в лицевую сторону пропитка довольно долго она гладкая ну не знаю почему но с изнаночной стороны потом впитывается намного быстрее и чтобы удобнее было работать с тортиком лицевую сторону можно пропитать изначально и по откладывать эти коржи а изнаночную уже в процессе сборки тортика в общем я пропитала все лицевые стороны моих тортиков и теперь вот просто выкладываю свой крем крем кстати очень нежный очень пластичный с ним очень приятно работать это сейчас он здесь чуть-чуть у меня скользит потому что это самый первый корж на всех остальных коржах будет намного удобнее с ним работать и буквально я раскладываю слой крема и можно просто накрыть вы видите тут плохо впитывается даже пропитав все остальные коржи спустя там то есть 10 минут не полностью впиталась пропитка а вот когда с изнаночной стороны уже на тортике вот промазываю впитывается практически мгновенно то есть это удобно я надеюсь я вас не запутала и вы понимаете о чем речь если будет непонятно спрашивать я обязательно внизу в комментариях отвечу потому что сама могу запутаться что рассказала что не рассказала этот тортик очень вкусный получается у меня допустим папа не ест мед мама не любит шоколадные торты но отлично это тортик кушали без проблем и всем очень понравился вот мой тортик после сборки я буду ставить кольцо и нужно наш тортик поставить под пресс немного чтобы хорошо соединились коржи накрываю пленочкой и сейчас поставлю просто здесь у меня 5 литровая баклажка с водой буквально это простояло у меня 15 20 минут много держать не нужно провожу ножиком чтобы хорошо отошли края и можно отправить принципе наш тортик холодильник а можно его немножко подровнять если у вас остался крем у меня крем остался и этот тортик у меня я буду его поливать глазурью поэтому мне нужно немножко подровнять пока и отлично своим кремом подровняю бока тортика равняется он очень хорошо его можно использовать этот тортик отлично под мастику можно сюда еще добавить какие-то фрукты которые вам нравятся пожалуйста все по вашему вкусу но он это тортик реально очень очень вкусный получается советую вам обязательно попробовать он довольно просто приготовление очень эффектен в разрезе благодаря своим таким полосатостям вот и я думаю что вам должно понравиться собственно здесь я уже выравниваю свой тортик не буду его выравнивать начисто потому что это тортик для нас для домашних вот он уже выравненный и разошелся он очень быстро так что обязательно попробуйте все очень просто все проще чем кажется но очень вкусно и вот мой тортик в разрезе красивый и очень очень вкусный а с вами был кекс до новых встреч ставьте обязательно пальчики вверх пишите свои комментарии под видео буду очень рада ответить на любые вопросы пока пока удачи